Корейка с шампиньонами и черешня на десерт. Украинская армия переходит на новую систему питания по стандартам НАТО. Что теперь будет в меню наших военных, расскажут мои коллеги. База военно-морских сил в Одессе. До сих пор еду матросам и офицерам готовили частные фирмы, выигравшие тендер. Теперь частники, пройдя тендерные процедуры, могут лишь поставлять сюда продукты питания. А вот над приготовлением блюд колдуют уже сами военнослужащие и штатные повара Минобороны. Минобороны. Разнообразие и выбор блюд по желанию. Вот главный конек новой системы. Например, на обед можно взять овощную рагу с котлетой или же рис с мясом. Затем дополнить это сыром с колбасой и сдобной булкой с яблоком. Андрей Салдаков служит с конца 90-х. Помнит в армии и гнилую картошку с капустой, а на перловку уже смотреть не может. Кормежка по-новому для него это в первую очередь качество. Это не каша, которая не вываливается, когда ты перевертаешь тарелку. То нормально рассыпчатый рис. Ты получаешь задоволение от харча. При заказе продуктов из каталога Минобороны можно выбирать более 300 наименований. От шампиньонов и свиной корейки до апельсинов и кофе со сливками. При этом у поваров есть возможность дозаказывать ингредиенты и разнообразить меню в меру собственной фантазии и умения. Это только приветствуется. Если это плов, значит можно выбрать рис длинный, шлифованный. Заказать под него мясо баранину или мясо яловичины. Также можно заказать куркуму. Кетчуп можно взять за всем побажением, герчицу. Руководство столовой изучает, какие блюда больше других придутся по вкусу морякам, а затем составляет меню, учитывая их пожелания. Мы запланировали, допустим, сегодня 50% крупы и 50% картошки. То есть, если сели больше картошки, в следующий раз планируем, допустим, больше картошки и меньше крупы. Если сели черешни, значит больше черешни. Поэтому вот либо апельсины, либо яблоки. Пока эксперимент, как говорят военные моряки, проходит на ура. Главная цель реформы – процесс обеспечения продовольствием вооруженных сил по стандартам НАТО должен стать прозрачным, исключающим возможность коррупционных схем. Вскоре новую систему питания внедрят и в других подразделениях ВМС Украины. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности – телеканал «Интер» Одесса.